Короткий. Что это такое? Целая гамма есть материалов для защиты металла, для защиты бетона, для его упрочнения. Тут речь идет о том, что нанеся на ржавый металл определенный материал, мы, во-первых, защищаем его от коррозии. Мы останавливаем коррозию, которая была, и гарантируем, что она не пойдет дальше. И при этом свойства вот этого покрывного материала дают возможность работать с ним под водой. Дают возможность предохранять от щелочей, кислот, всякой дряни и заразы. Очень большая гамма изделий и технологий разработок у нас основывается на углеродном волокне. Так называемые УВМ, углеродно-волокнистые материалы. Что они дают? Во-первых, это потрясающий нагреватель. Почему? Потому что они безопасны. Потому что они довольно дешевы. Потому что не требуют больших затрат электроэнергии. И самое главное, у них очень большая теплоотдача. Дело в том, что вот эти углеродно-волокнистые материалы, они приближаются по своим свойствам чистому углероду. А развернутая поверхность чистого углерода колоссальная. Вот. Значит, у меня в руках практически простая резина. Ну так, на первый взгляд. У нее те же свойства. Вроде то же самое. Но. В этой резине нет ни грамма сажи. Ни грамма. Для того, чтобы получить тонну сажи, нужно сжечь 10 тонн нефти или более 30 тонн природного газа. Ну, понимаю, да. То есть, это резина, основой в ней природный минерал. То есть, нам не нужно сжигать нефть, нам не нужно сжигать газ. Мы не портим экологию. Мы просто берем минерал. Значит, то, что я держу в руках, это фактически отходы кожевиного производства. В России, да и во всем мире, очень много утилизируется кожа. Это довольно трудоемкая работа, дорогая. А у нас шкуры выкидываются на каждом шагу. Очень многие не используются. Так вот, это система переработки отходов кожевиного производства. Берутся различные совершенно отходы. Из них делается фактически чистый белок, коллаген. Немножко дорабатывается и отливается в формы. То есть, часть затрат на это производство окупается тем, что нам платят за утилизацию. Это довольно прибыльная штука. Кроме того, вот этот материал. Он обладает несколькими очень важными свойствами. Во-первых, он обладает практически всеми свойствами кожи. Ну, а кожа сами понимаете. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...